И тема доклада, вернее встреча, беседа должна называться так. Основной закон жизни физического тела, данное нам во временное пользование при пребывании на планете Земля. Я вам расскажу то, что вы вообще не знаете. А начну с того, что в 1959 году при поступлении в Институт Авиационной и Космической Медицины, здесь присутствует один профессор, который был свидетель всех этих дел, мне поручили изучать, что такое здоровый человек, кого посылает в Космос. И одновременно найти причины, пределы физиологических колебаний у здорового человека, после которого начинается поломка, заболевание. И установить эти причины. И чтобы их профилактических убирать. И чтобы человек жил столько, сколько ему отпущено природой. Понятно. Но в 1964 году американцы подняли шум, что Советский Союз осваивает Космос военными силами. Нас всех военных перевели в Институт Медико-Биологических проблемах. И там стали говорить, кто чем будет заниматься. Так как я занимался более-менее здоровым человеком, немножко мне поручили там аптечку создавать. Мне поручили создавать аптечку. Сидят комиссии, генералитет, академия. И говорят, вы будете заниматься комплектацией аптечки. Я говорю, я этим заниматься не буду. Я не фармацевт, я не фармаковый, я хирург. Сидит один человек и говорит, вы представляете, чем вы рискуете? Вам предлагают работу, где должны работать, могут работать тысячи желающих. А вы отказываетесь. Я говорю, что вы меня пугаете? Не вы, а здесь сидящие говорили, что скоро по просуизным путевкам полетят туда. Далеко улетят они на аптечке, на лекарствах? Дайте мне неделю срока. Через неделю перед ними появилась схема. Посередине центр, а от центра отходят лучики. И каждый луч институт, хирургия, терапия, гинекология, зубы, ухо, горло, все 22 ведущих института страны. И что это такое? Вы поручите мне, чтобы я этим институтам выдал задание, и чтобы они отвечали мне за рекомендации, что делать мне, чтобы у космонавта не было аппендицита, не болели зубы, не было бы язвы и все прочее. Логично. И через месяц был приказ министра здравоохранения. Два-три человека. Ведущих специалистов от каждого института без отпрыга работы, они должны работать по заданию, которое я им буду выдавать. И когда первый раз собрались, я им дал задание. Через месяц мы встречаемся, вы принесете мне все, что вы делаете на курс больному. Терапия, ну хирурги там принесли аппендиктомию, набор наиболее частый. И вот они собрались, и у каждого из них, у человека что-то болит, обезболивающие надо? Надо. Воспалительный процесс, антибиотики надо? Надо. Человеку ставку, витамины надо? Надо. Одно и то же у всех специалистов. Только кое-какие разницы, учитывая специфику. А мне дали на аптечку 500 грамм. Вот там в журнале, там она нарисована. Вы посмотрите, это мечта. Это 500 грамм, 480 грамм. Это мечта автомобилиста. Там есть все, для оказания любой помощи. И все это вместилось в этом малом объеме. И я стал с ними говорить. Вы хорошие профессионалы. Работаете в этой части. Но вы мне не нужны. Хирурги говорят, надо вырезать аппендицин. Как вырезать? У меня уже справка, что у более здоровых склиф вырезают через 2-3 года, это больной человек. Нельзя этого делать. А вот вы соберите, андокринолог, терапевт, кто там еще, диатолог, хирург, и вы мне выдаете все вместе. А зачем мы будем все собираться? Я им показываю приказ министра. Это вы должны выполнить мне, согласованно со всеми специалистами, рекомендацией, чтобы у космонавтов аппендицита там, его за 50 лет не было. И они стали работать с точки зрения системщиков. Каждый смотрел не с своей точки зрения, а с точки зрения общее состояние организма. они уходили и стали заниматься тем, и занимались, чем они были. Для меня это были ремесленники. Они сегодня профессионалы бывшего плана. Вот я пригласил здесь главного актальмолога бывших космических войск. Мы последние 2-3 месяца прошли все, что только можно с точки зрения, как можно слепого человека превратить в зрячего. Это никому не нужно сегодня в России. К сожалению, он не смог приехать. Вы представляете, что это такое? Вот это что такое профессионалы. На этом профессионализме мы с вами, особенно пожилые помнят, и сделали и космос, и Гагарина, и все. Только так, профессионалов нет. Я представляю здесь народную медицину. Вице-президент традиционной народной медицины. В начале этого года Всемирная организация здравоохранения издала специальное постановление стратегии и тактики развития традиционной народной медицины во всех странах. Вы представляете, что делается во всех странах? Я недавно был в Германии, 3 недели назад. Там народная медицина на государственном уровне. Там есть в Министерстве человек, который дедает народные медицины. А что это такое? Врач должен обязательно сдать экзамен на альтернативную, чем он будет заниматься. Если у человека нет специальности, он 3 года, как фельдшер, должен пройти обучение, чтобы получить сертификат. Он находится под эгидой государства. У нас на сегодняшний день этого нет. У нас есть при Калашникове, Сергей Калашников, комитет здравоохранения. Это его помощник, наш президент Егор Владимир Владимирович. Там я должен был сидеть. Но мне как-то не очень. Он молодой. Ему как раз это... Мы пытаемся там кое-что делать. Но это никого абсолютно не волнует. С точки зрения народной медицины. И я здесь буду говорить, что народная медицина сегодня может уже рекомендовать официальной медицине. Если вы уже все это знаете, если вы принимаете, ни один еще не помер, а оздоравливает так. Чтобы уже не говорить больше о той же соде. Сода на кухне у вас используется для очистки от жира. Кастрюли, сковорода, все, чего угодно. Но если вы будете пить соду в горячем виде, не в кипяченой воде, а горячей, ну, чтобы не обжигаться, вначале четверть чайной ложки, потом полчайная ложка, потом чайная ложка по 2-3 дня, без верха, на стакан горячей воды за 20-30 минут до еды хотя бы один раз. Лучше на ночь. Она послабляющая эффекта многоделы. Утром выпили и пошли, и вдруг неожиданно вас куда-то потянет. Начните вечером. Но она начнет чистить ваши сосуды. Что там у вас в мозгу? Что там у вас веществ, там, цирроз? А мозгу там, как называется? Клероз. 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 А еще ос, что такое? Это артроз. Остык артроз. Атероский рост. Ведь через 2-3 месяца у вас все это куда-то начнет исчезать. Эта сода начинает чистить и всю эту пакость выводить из вас. Сколько она стоит? 20 копеек. Но это же не я. Три месяца назад Рэнки и вы, мы целый час рассказывали. Это испокон веков. Там написано, что мы с Людмилой Степановной так получается, что всегда влипаем какие-то истории. Мы подружились лет 50 тому назад с Рерихами. Мы были не только друзьями с ними. Елена Рерих всю жизнь при экспедиции фила соду. И там я описываю. Я ничего ведь не придумаю. Это физиология. Это жизнь. Это работа внутри организма. Без чего он жить не может. А теперь посмотрите вот на эту картину. Книга. Основной человек. Есть вселенная, землячая, как мы написали с Людмилой Степановной. Обустройство мира духовного, которого там. Там такое обустройство. Если кто читал, он должен знать. Вы там должны были знать, прочитать. Как в 2002 году мы за три месяца сообщили в соответствующие органы, что в такой-то день, в такое-то время и где будет покушение на Путина. Откуда мы узнали все это? Вот тут везде и вот там есть информация о том, что было, что есть, что будет. Так высший космический радум, а в книге написано, как он создавал человека. Откуда он вообще взялся? Кто его папа-мама? И когда он вообще появился? Сейчас говорят шесть тысяч. Ну, это же бред. Так все дело в том, мы родились все вместе, из тысяч растений, животных, всего того, что дышит, бегает, прыгает. И у каждого есть своя особенность с точки зрения генной структуры. И каждый знает своих. Люди, люди, звери определенный, клад свои, своих и так все в мире. Вот видимо и до невидимо. Включая вирусы, все что угодно. Это все создавалось в одном моменте. Но, чтобы потом ему не думать высшему космическому разуму, только он с человеком потрудился. Ведь мы не были в анатомическом музее. А я хирургой еще работал, будучи студентом почти два года в анатомичке. Вязал скелет. Так в анатомических музеях есть детишки, которые родились там, когда по разным причинам. А у них хвостики вот такие. А у них жабры. Откуда хвостики? Откуда жабры? Да мы оттуда вышли. Вода морская у нас течет в крови у наших. 0,9% соли. Это наши родственники там. Это все высший косметический разум. Все написано в книге. А теперь посмотрите, что там делается еще. А там находится информация. Единое информационное поле Вселенной. Там есть вся информация. Некоторые люди, когда приходят ко мне на прием, особенно мама с ребенком, я начинаю ей рассказывать, как проходили роды. Ведь она только знает, откуда я знаю особенности, что происходило ребенка во время родов. А сегодня ему 18 лет. Это все тянется. И никто не задал вопрос не связать одно с другим. А вот теперь посмотрите, что происходит. Вот мама и папа. Каждый из вас при рождении, вы космическое дитя. Вы получаете дух и душу оттуда. В книгах написано. А где это происходит? В прошлый раз я пригласил сюда Петрова Аркадия Наумовича. У него сейчас 17 книг написано. Переведено все языки. Сейчас он в Италии работает на правительственном уровне. Как мозг третьей, четвертой стадии рака, который не поддается операцией, через 3-4 месяца убрать больные клетки, восстановить мозг, который был с сохранением интеллектуальной способности, и чтобы он снова начал жить. Вы усекли, что я вам сказал? Сказка. Такой центр был на 3-й Матичинской в районе Алексеевской. Когда 4 года назад я был вместе с ним в Швеции на конгрессе, посвященной этой методике, а я был там экспертом, в России сделали все, чтобы уничтожить этот центр. Его нету. Кому это мешало? А мы говорили о стволовых клетках. У нас стволовых клеток, они не востребованы. Но мы их заставляли активироваться за счет информации, которые там. Вольной орган убрали, а информация о нем там осталась. И за счет активации этой информации, за счет этой энергии, мы материализуем орган, который у человека вырезали. Есть какие-то недочеты? Есть. Надо было исследовать? Исследовать. Но это никому-то не надо. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...